здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я вязал вот такой стример как воблер который мне был необходим для моей определенной рыбалки также я изготавливал вот такой щучий стример который тоже выполняет ту же самую функцию погружения или же вот поппер который выполнен для заныривания за счет своей головы сегодня я хочу изготовить немножко обратную модель которая была у меня погружалась на при определенную глубину и в то же время я мог спокойно при подергиваниях при выполнении проводки так чтобы у меня всплывал мой стример для изготовления я беру крючок 10 сделал его не за цепляйкой и теперь для того чтобы мне изготовить мою мушку мне необходимо совсем-совсем немножечко а грузить вот мою переднюю часть я грузил свинцом почти до самого колечка и вы взвесил его уже в таком состоянии должен составлять вес у нас порядка трех граммов тогда наша муж к той стример будет работать так как планировал его я значит давайте теперь будем крепить элементы я вам по порядку буду все рассказывать из вот такого брусочка пенки я вырезал вот такой формы лепесток переднюю кромочку я слегка сгладил и сделал вот так надрез теперь для того чтобы мы могли закрепить наш с вами лопасть я у колечка изготовлю такой пышный шарик красного цвета воблер сам уже проверен так что вы если хотите будете потом экспериментировать я вам покажу вариант который работает значит особенность его заключается в чем при вот такой огрузке как я говорил в районе трех граммов у нас стример погружается в среднем на глубину 20-30 иногда до 40 сантиметров зависимости от того какой пышный вы изготовите хвостик из какого материала если это будет шкурка кролика то благодаря хвостику вы можете стример загрузить еще дальше если впереди установить дробиночку весом полтора два грамма то можно спокойно его еще глубже смысл заключается в том как и боби ним при определенных подергиваниях наш стример подымается вверх то есть своего рода обратный джиг если проводить равномерную или же вернее волновую или рывковую проводочку то у нас выйдет симпатичная такая ныряющая проводка нашего стримера я разрезал вот так взял надрез в лопатке для того чтобы можно было мне вот так установить и намотал шарик для того чтобы этот шарик позволил потом нам установить хорошо лопасть выставить ей соответствующий наклон ну и в то же время своего рода точка небольшая привлечение и теперь вот так вот ровными в натяжечку витками мы сперва притягиваем к основанию наш нашей лопасти и потом только лишь начинаем с усилием чтобы не разрезать нашу пенку вот не разрезать нашу пенку начинаем подхватывать скажу вам сразу нет необходимости ее захватывать вот так чтобы она уже сидела не знаю как на нашем крючке клея и последующих элементов которые мы будем крепить вполне будет достаточно чтобы наша лопатка держалась почему я ее не изготавливаю допустим из пластмассы можно изготовить но при поклевках наша получается сейчас я при поклевках когда щука или другой хищник хватает лопатка иногда выходит из строя если ее изготавливать из такого материала ее крепости вполне достаточно для того чтобы очень длительное время выдерживать поклевки наших хищников и здесь я хорошо промазываю клеем сделаю пару закрепляющих витков ничего не притягиваем еще движемся теперь мы в сторону нашего загиба дохожу до загиба здесь останавливаюсь и беру щепоточку красного меха песца совсем немножко для того чтобы обозначить точку атаки от величины и пышности нашего хвоста также зависит какая у нас будет проводка это я вам уже рассказывал поэтому сделаете его очень пышным хвост будет намокать со временем и наша мушка будет погружаться несколько дальше чем мы планировали поэтому используя определенные довески свинцовые дробинками или же с помощью поплавка нахлыстом конечно здесь легче шнуром мы можем регулировать глубину погружения как мы сами захотим под леском или же самим шнуром вот такой величины будет вполне достаточно теперь для того чтобы закрепить другой материал опять мы промажем клеем можно использовать в качестве хвостика как я изготавливал искусственный мех перья все что у вас будет под руками здесь уже в данный момент это не столь существенно теперь дальше мы с вами выбираем насколько возможно чтобы был у нас длинный мех песца вот у меня имеется вот такой длины я приблизительно вот показываю вам по толщине выйдет ну наверное пол карандаша самое главное чтобы наш мех имел хорошую подвижность очень хорошо для этих целей подойдет вот альпака но как вы понимаете изготовить из такого для нас экзотического и материала хвостик это будет несколько кощунственно и также сверху уже не облегая наше цевьё я креплю белый мех песца закрепили оставили в таком положении и добавляем теперь наши блестящие элементы вот здесь можно добавлять все что вы сочтете нужным и все что у вас будет под руками но пределах разумного конечно мы закрепили с вами материал вышел вот такой длинный хвостик как вы видите он значительно длиннее нашего тела да и всего стримера вместе с крючком приблизительно будете вымерять сами как вам будет удобно но вот такой длинный стример как я вам уже говорил погружается 20-30 сантиметров без проблем на эту глубину очень удобно я изготовил его не за цепляйкой для того чтобы можно было рыбачить в тех местах где крайне сложно провести воблер или другую какую-либо приманочку для того чтобы закрепить последующий элемент вы можете как вам будет удобно телом можно изготовить обмотав синелью сделать опушку пером у лопастей можно изготовить взять шкурку зонкером но я подготовил несколько другой вариант наполовину вот такой кусочек взял меха темного для того чтобы обозначить мне спинку моего стримера здесь я у загиба где я крепил все свои элементы промазав клеем закреплю кусочек темно-зеленого меха крашеного кролика и спокойно теперь уже мы можем формировать тело любое какое захотим блестящее не блестящее это вы уже выберите для себя сами я так как больше наш стример будет виден снизу изготовлю его с красного даббинга который у меня с хвостика остался с с добавлением небольшого количества блестящих элементов на брюшко сперва подготавливаем тело доходим с вами до лопатки и здесь уже более плотнее скрутим нашу даббинговую нить и аккуратно стараемся опять же не разрезать хорошо промотаем место крепления вот чтобы вышел у нас вот такой небольшой шарик который в то же время не позволит нашему нашей лопасти заворачиваться сильно наверх и в то же время мы сейчас с вами закрепим окончательно наш блестящий материал теперь я беру просто слегка промажу нить клеем возьму немножко красного немножко розового немножко оранжевого то есть сделаю небольшую такую соляночку слегка вот так прислонив к нити рыхло обмотаем по телу сперва до загиба вот так и двигаемся теперь колечку подкрашу нить чтобы не менять примерим нашу шкурку очень она у нас хорошо и теперь для того чтобы мне закрепить остается только лишь промазать шкурку немножко клеем вот так и немножечко наш дабинг поверху так прикладываем нашу шкурку для того чтобы по каким-либо причинам если вам неудобно можно взять край шкурки вот так перодержателем и и спокойно не напрягаясь и и прихватить подхватили убрали наш перодержатель посмотрели чтоб она у нас находилась строго над нашим цевьем и здесь сильно не усердствую потому что за счет клея уже она все закрепилась мы окончательно подхватываем наш материал закрепили шкурку меха я добавил немножечко блестящих элементов наверх поменял нить на красную и закрепил для опушки вот такое перо шартрес но она флуоресцентная то есть дополнительно еще имеет привлекающие элементы буквально парочка оборотов сколько вот выйдет по нашей толщине шеи сделаем небольшую опушечку вот как раз два оборота вполне достаточно закрепим перо и отрежем остатки теперь как вы видите окончательно стример наш готов который будет хорошо нырять попробуйте сами в зависимости от величины огрузки ну я добивался глубины погружения 3 5 метров можно не экспериментировать достаточно будет поцепить дробинку 5 10 сантиметров перед самим колечком буквально на поводок благодарю вас за внимание до скорых встреч